сейчас мы придумаем себе какую-нибудь суперприческу и начнем итак всем большой привет дорогие мои зрители сегодня я хотела бы продолжить собственно предыдущее видео где я вам выплакалась да то есть что греха таить я прям душу вам злила вот так она сейчас и есть моей жизни то есть я потеряла какой-то энтузиазм вдохновение там я не знаю все что угодно на это можно называть как угодно но если называть вещи своими именами я потеряла интерес до интерес возможно просто к тому чем я сейчас занимаюсь и надо найти что-то новое что будет меня также вдохновлять и радовать как и раньше жизнь это все-таки движение как говорят мертвая рыба плывет по течению оживая против вот поэтому сейчас просто мне писали надо пойти психологу надо то надо все безусловно я с вами согласна это все сто процентов очень помогает вот но я решилась на данный момент так как я уже несколько лет вот это вот нон-стоп психологу конечно мне было прям психологом не было просто онлайн кита тренинги и все такое я решила пока что прекратить свои самокопания конце концов то что то что есть просто вот оставить так как она есть и найти просто занятие которое будет давать мне энергию и я взвесила все за и против и я понимаю что на этом канале у меня был плейлист саморазвития он есть просто было на есть и я с вами делилась все все беспрекрас что я думаю как я смотрю на жизнь как мне кажется что надо исправить что надо подделать переделать и так далее в общем и мое саморазвитие довело меня скажем так до дверей монастыря это шуток дать действительно было так когда я начинала читать книги начинала заниматься каким-то вот знаете там поняла что обида это не просто действительно на словах разрушающая эмоция а действительно обида это очень разрушающие здесь и сейчас именно меня я начала пытаться от всего этого избавляться и таким образом я действительно дошла до идеи бога я там длинный путь у меня есть второй канал он так и называется домой к богу я оставлю ссылку внизу это мой канал скажем так без реально без прикрас то есть я просто вот все что было со мной за три года там есть и монастырь и как я в москву и как я в индию пыталась попасть там будет мой лайв-блог здесь все-таки такое немножко будет причёсанное но мне кажется что сейчас я этот канал тоже больше посвящу посвящу но по большей части именно своему какому-то такому саморазвитию да пусть это не будет так сильно зациклено именно на религии да потому что у меня подписчики кто-то кто-то верующий кто-то нет и тем более вообще был канал про другое но именно вот саморазвитие это именно то чем я сейчас занимаюсь на 90 процентов своего времени мне это нравится мне это вдохновляет мне это очень заряжает энергией знаете каким-то энтузиазмом этой жизни чтобы просто понять что есть какой-то действительно высший смысл человеческого сознания и просто есть пить обороняться размножаться да то ничего против этого не имею но это на этом жизнь человека не заканчивается жизнь животного до человека нет вот такая вот история не знаю буду ли я дальше заниматься стоками для меня это вообще сейчас знаете такая тема про которую я боюсь думать потому что во первых деньги работа карьера как ни крути она дает безопасность обычную человеческую безопасность тем более женщине тему как-то вообще вот так очень страшно жить да в наше время женщина а очень часто во многих сферах она не защищена она слабее мужчины несмотря на то что я замужем замужем уже 10 лет и тху-тху-тху достаточно удачно я думаю женщины меня сейчас поймут что в наше нестабильное время очень нестабильное время тут война тут перестройка тут революция тут молодая красивая да то есть в наше время сейчас каждый сам за себя и к сожалению это есть это есть это глупо отрицать вот поэтому работа работа карьера профессия даже сама приносит три копейки она дает женщине вот это чувство безопасности мужчинам она тоже дает чувство безопасности работа ну вот я женщина я буду говорить для себя она действительно дает чувство защищенности какой-то уверенности оно абсолютно иллюзорно мы все прекрасно это понимает да вот человек человек строил карьеру в советском союзе советский союз рухнул да и все карьера пошла прахом целое огромное количество профессий стали не нужны заводы просто закрылись количество огромное людей стало безработными сколько инженеров пошли просто шоферами вот то есть это абсолютно иллюзорно но факт что это помогает жить пока мы я лично не обрела да там покой в духе да то есть я как святой лука до в тюрьму пошел но я не откажусь от бога то есть такое было у него глубинное чувство безопасности что его господь защитит во всех ситуациях единственный кого кого надо бояться это тоже господа вот то есть найти полное прибежище да устоп всевышнего вот я пока до такого вообще не дошла и мне кажется я не знаю шанс есть знаете с таким немножко скептицизмом что ну ладно ну попробовать стоит да как иисус говорил самый падший грешник я пришел именно к нему до врач нужен больному а не здоровому вот поэтому да сейчас в моей голове только это работа я хочу чтобы было просто таким вот ну побочным чтобы просто это было потому что по-другому сложно вот поэтому я буду скорее всего продолжать работать на стоках но вот так уже прям сильно да уж прям сильно стараться развить карьеру я уже конечно же и не буду и не смогу дал мне туда это не сил не вдохновения а для этого все таки нужен внутренний запал чтобы знаете чтобы прям вот сутками напролет заниматься этим у меня этот период прошел я считаю достаточно удачно достаточно успешно все таки на стопах я до определенного момента развилась и я считаю это был прям успех лично для меня для человека который не художник и даже в принципе просто я графикер да графикер графист мне это просто нравилось для меня это было просто супер вот и покуда она приносит деньги я буду это просто тихонечко поддерживать и все периодически может быть я с вами буду конечно делиться своими какими-то рабочими моментами да там чё как у меня там где шо открылось там куда я чё загрузила там чё мне нравится чем не нравится вот но я вот сейчас пришла уже сколько на стоках я уже не за больше пяти лет к такому автоматизму что я ничего нового не внедряю старая слава богу пока что работает ну то есть пока что у меня даже сказать нечего на эту тему вот возможно я буду просто периодически что-то подрисовывать вместе с вами но это не факт обычно я просто переделываю свои старые и уже загружаю именно их вот так сейчас у меня хочется хоть так у меня хватает силёнок вот а так наверно основная часть канала будет посвящена именно саморазвитию в Продолжение следует...